Вот теперь вопрос номер один. Так меня лучше слышать? Так вот или вот так вот? С микрофоном лучше? Отлично. Вопрос номер два. А почему на первый ряд никто не сел? Страшно. Ладно. О, народ присоединяется. Советую сесть на первый ряд, потому что покажу какие-нибудь развлекательные вещи. Например, руку. Большую белую руку. Ну, забегаю немножко вперед. Проектор мне сейчас не нужен. Я его подвину. Итак, вот меня, разгильдяя, пригласили сюда вам рассказать о роботах, о Бардуино. Я этим занимаюсь, занимаюсь давно и хочу сегодня провести неформат, того, что я вам буду говорить много-много всякой информации. В первой части я хочу просто поговорить о робототехнике, рассказать, что это такое, как я ее вижу, как я с ней столкнулся, почему я занимаюсь, и провести какой-то диалог с вами. Во второй части я расскажу о Ардуино. Что это, зачем, почему это нужно. Ну и вот мне сейчас принесли пакетик, там лежат Ардуины, лежат сенсоры, и в конце самым стойким можно будет взять поиграться, если у вас, конечно, есть ноут. Вот. Вот, человек с пивом. Отлично. Это ближе ко второй части. А ты на лекцию? Вот, за барной стойкой. Я с колой, ничего. У меня сегодня... Да, хорошо. Вот. Зовут меня Антон, обращаться ко мне можно так же, можно и ты, все дела. Собственно говоря, чем я занимаюсь? Наверное, если мне зададут вопрос, чем я занимаюсь, я не смогу ответить одним словом, чем я занимаюсь. Это плохо. Нужно понимать, чем занимается человек, и сказать одним словом. Наверное, я скажу, что я развиваю свое дело. Но когда-то давным-давно, когда я только поступил в институт, который я уже давно закончил, я помню, пришел в физмат-лицей 239, увидел там роботов из лего, которые ездили. И мне это понравилось. Думал, куда поступать, пошел в инмех, поступил на робототехнику. С этого, наверное, все и началось. Итак, первый шаг, вот, наверное, с чего может начать каждый любой школьник заниматься робототехникой, это лего. Кто-нибудь слышал об этом? Вот. Это контроллер, несколько сенсоров, пара моторов, все это можно соединить с помощью иконок программировать. И все хорошо. Но это не то. Что такое робототехника? Я бы сказал, что это абсолютно новая наука, какая появилась несколько десятков лет тому назад. На стыке очень интересных, фундаментальных, а что самое интересное, самодостаточных вещей. Первая вещь – это механика. Самые первые роботы, кстати, знаете, когда они появились? В Чехии кто-нибудь был? Видели часы знаменитые чешские? Они тикают, и каждый час вылезают в фигурки, крутятся и заходят обратно. Это можно назвать роботом. Механика. Это первая наука, с которой все начинается. То же самое Микеланджело, если я не ошибаюсь, тоже делал первых роботов. Робот – это устройство, которое может действовать автономно, как-то реагировать на окружающую среду, выдавать какие-то действия. То есть это определенный блок, у какого есть входные параметры и выходные параметры. Если среди вас есть прогеры, а я уверен, что у прогера есть, любая функция представляет собой то же самое. Только это не виртуальная функция, это реальный объект, который существует. Потом стала развиваться такая наука с начала прошлого века, как электроника, которая позволяет управлять всей механикой. Тут философский вопрос, где начинается электроника и заканчивается вот этот плавный переход в механику. Как вы думаете, вот этот стык электроники и механики в чем выражен? Электроника сдает логику. Вот есть электрические сигналы, которые внутри протекают. Все верно. Но есть движение абсолютно механическое. Вот даже я двигаюсь, хотя управляет... любая моя мышца управляет электрическим сигналом. Догадались? Электрический двигатель. Ну или пневмодвигатель. Или гидродвигатель. Любой мотор. Что он делает? Он переводит одну энергию в другую. И вот это стык механики и электроники, что дает робототехнику. Третья фундаментальная вещь, которая появилась еще позже, это программирование. Программный код. Это Ардуино. Так, давайте я вам покажу. Вот эта плата. Содержит в себе от Мегу, кучу всяких разъемов. Подключается к компьютеру через USB. Можно на C++ писать программку, на упрощенном C++. И плата будет работать. Что значит плата будет работать? Это значит, что через все ее контакты будет протекать ток определенным образом. Итак, программируя контроллера, вы управляете теми электрическими сигналами, которые проходят внутри этого контроллера. И вот этот стык программирования и электроники. Более сложный стык в этой всей системе это стык программирования и механики. Он проходит через электронику. К любому мотору можно поставить какой-нибудь датчик, понять, как он крутится, контролировать это. Можно поставить сенсор освещенности, можно поставить устройство, которое меряет дальность до объекта, позиционируется. То есть любое воздействие можно из одного сигнала преобразовать в другое, преобразовать в логику, вычислять и программировать, и обрабатывать. Теперь немножко об устройстве самого простого робота. Как бы я бы его делал? Практически. Я бы взял бы Ардуино, взял бы скажем так лист фанеры или любого другого материала и компьютер. Этого достаточно, чтобы сделать умную телегу. Чтобы делать серьезные вещи, нужно их проектировать и продумывать. Вот мне вопрос. Вам интереснее услышать практику или теорию? Хорошо. Меня может понести, так что останавливайте периодически. И не хочу быть занудным, поэтому, если скучно, могу ускорить темп. Вот. Мысль первая. Робототехника родилась на стыке разных наук. Мысль вторая. Что можно с этим делать? Куча-куча появилось всяких роботов. Военных, летающие дроны, домашние пылесосы. Мне интересен тот же подход в более глобальном смысле. Я летом работал в одной больнице, хотя я закончил робототехнику. Что я делал? Я работал над стыком медицины, над стыком хирургии и робототехники. Конечно, не один с командой. Нам была поставлена задача сделать протез руки. Мы разрабатывали несколько месяцев в 3D конструкцию, потом спротетипировали это на 3D принтере, собрали, добавили ардуинку, добавили электронику, сейчас она более-менее работает. Потом из института протезирования я ушел, проект оставил в себе, начал искать на него инвесторов. Итак, основная моя деятельность сейчас это понять, что конкретно нужно делать из всяких робототехнических проектов и выводить их на рынок. То есть я сейчас уже мыслю не как обычный инженер, который думает, как спроектировать устройство, а я думаю, что конкретно проектировать. Кому интересно, могу дать подержать в руках. На робофинисе. Да, было дело, мы заняли третье место. В движении я скажу так, я могу в конце дать ее попробовать. В любом случае нужно подключать USB кабель, брать оттуда питание. Итак, вот, если мы когда-нибудь доделаем процесс руки, такое возможно. Вопрос, будет ли это роботом? Как вы думаете? Хорошо. А робот-пылесос дома, это робот? А если я подхожу и нажимаю на него кнопку, и он делает определенное действие, это робот, верно? А если человек с помощью электрического потенциала дает тот же сигнал что-то делать, а рука автоматически это делает, почему она не является роботом? Ну, робот дома, это часть дома. Есть автоматы, это абсолютно автоматические роботы, есть полуавтоматы, это то, что человек может управлять, но это может быть сооруженность интеллектуальной системы, есть полностью управляемые радиомашинки. На самом деле переход от полностью управляемых моделей до того, что имеет определенную интеллектуальную структуру, очень тонкий. Я бы сказал бы, что это наличие контроллера внутри. Одно время мы с ребятами делали абсолютно управляемого робота с компьютера, однако нам не приходилось всегда передавать ему управляющий канал. Мы ему задали команду взять объект, он его сам ищет, сам берет. Многие приходили на выставки и говорили, ребят, зачем вы сделали радиоуправляемую машинку? Мы им долго объясняли, что это не радиоуправляемая машина, это полуавтомат, который исполняет реальную конкретную вещь. Была она, кстати, сделана на той же самой Ардуине. Я так увлекся, как люди увлеклись рукой. Ладно, вернусь, наверное, к сути. Последняя мысль, к которой я пришел, это то, что робототехника должна быть доступной. Вы в реалии когда-нибудь встречались с роботами вот так, чтобы взять, потрогать или купить домой? Квадрокоптеры считаются, смотря какие, правда. Если там пульт управления и это абсолютно тупая штука, я бы это назвал вертолетиком. Вот через веб-интерфейс, да. Я бы не назвал... Это да, я бы не назвал бы китайский квадрокоптер за тысячу рублей реальным роботом. Ну, слишком там мало мозгов. Там даже системы управления серьезной нету. Там стоит акселерометр, который выдает аналоговые сигналы и все. Ну, с натяжкой. А вот Ardron это штука интересная. Ardron это роботы квадрокоптеры, которые можно купить от 10 тысяч рублей, которые можно программировать движение с компьютера. Я видел, как летающие Ardron замечают линию и летают восьмеркой вокруг столбов. Кстати, вот интересная вещь по поводу актуальности. Я полгода назад был в Австрии на робо-челлендже на мировых соревнованиях по робототехнике. Там была куча всяких проектов, серьезных проектов. На выставке я участвовал в творческой категории. Это были квадрокоптеры, кстати, там тоже была рука. У меня был робот с манипулятором, у меня был сосед по столу, у него тоже нечто подобное, что и у нас было. Как вы думаете, с каким проектом люди победили на международных соревнованиях в 2014 году? Никогда не поверите. Пришел чувак сорок лет. Сорок. Он из использованных рулонов туалетной бумаги, из этой картонной штуки, из, наверное, так сказать, том, что это лежало в каких-то картонных коробках, соорудил пару интересных вещей. Ну как, руку соорудил, соорудил паучка, соорудил что-то ездющее. Принес это и сказал, у меня экологические вещи. И он выиграл. Абсурд. Я спросил у жюри, почему мы принесли тогда робота, который был сделан из железа, обшит пластиком, имел модульную структуру, можно было легко поменять модули, стабильно управлялся через интернет. Я у него спросил, вот что вы скажете про наш проект? Он пришел и сказал, я вот за свою жизнь там, каждую выставку вижу новый робот с манипулятором. Я даже смотреть не буду, мне неинтересно. А вот это его заинтересовало. Вопрос об актуальности. Когда разрабатывается любое устройство и делается любой робот, это интересно, наверное, больше для тех, кто занимается практикой, нужно сначала думать не что делать, а зачем делать. Просто так разрабатывать устройство можно только лишь ради получения знаний, являясь студентом. Я вот сейчас